Чао, всем, друзья! Всем привет! Что ты делаешь? У нас каждый день киндер-яйца. Но я уже покупаю не фирмы киндер, а беру обычный товарищ. Киндер, дорогое удовольствие! А ребенку какая разница? Киндер это не киндер. Ему нужна главная игрушка внутри. Там внутри сюрприз. Но я не даю ему кушать целое яйцо. Это жирновато. Я сразу прячу половинку и с половинки делюсь еще с ним пополам. Да, сынулечка? Много сладкого нельзя. А мы были на прививке сегодня. Ой, плакал! Грею вчерашний супчик. Легенький, с курочкой. Мама Лена аж худеет. Ну, хоть старается худеть. Стараюсь. Зашли по дороге в Лидл. Вот взяли йогурт Давидушки. Два хлеба Жорику. Я хлеб не ем. Смотрите, купили мы термометр. У нас есть термометр. Тоже такой в ухо. Ну, что-то он глючит. Батарейки мы меняли. Но он все время показывает 31 температуру. Так что, решила я купить новый термометр. Тем более, он в акции был 10 евро. И в магазине Лидл. Это немецкое качество. Кого хороший термометр, думаю, не подведет. Вот такой набор отверток взяла. Тут 8 штук. 8 евро. Возьму домой в Молдавию. Боя последняя, когда нужна отвертка, никогда нету. Смотрите, взяла от Нивея. Акуа Мичелари. Это для снятия макияжа. Моя уже давно закончилась. У меня была от Гарниер. Но мне что-то не прикалываю. В этот раз взяла Нивею. Взяла копченую рыбку. Была в акции. С сырочком. Прикольно. На перекус. С авокадо. Леночка такой любит. Худеть так вкусно. Тут такие взяла бриоши, круассаны. Но интеграли. Видите, тут чинку чиряли. Но все равно калорийные. Я смотрела, одна штучка имеет почти 200 калорий. Капец. Ну, ладно. Один утречком можно таки быть. Да, я худею, но как-то тоже жрать надо. Хочется тоже сладкого. Друзья, конец января уже. Я решила поснимать все вот эти свои новогодние штуки. Смотрите, что на стенке. Это Биодезив. Это такая липкая штука. Вот, на которую я цепляла. Тут же у меня было в кухне Боннатали. У меня было, да? Боннатали. Да, Боннатали. Типа, счастливое Рождество. Сейчас Жорик на меня так кипишует. Я поснимала, а это же все осталось. Придется все снимать, шкрябать, потом шпаклевать и красить. Короче, кипишевал на меня Жорик. Что было красиво? Зато праздник чувствовался. И елку, кстати, надо сегодня разобрать. Как раз папка сегодня дома. Наверное, возьмусь я и за елочку. Потому что с Давидкой это нереально, брат, с елкой. Мы ее когда украшали, это было капец. Все, он хочет. Я, я, он хочет. Сколько игрушек побилось. Поэтому разбирать елку я буду сама. Как раз сейчас Давидка может уснуть на обед. Я возьмусь за работу. Да, да, да. Потому что уже конец. Конец января. Все праздники прошли. Реально, товарищи, как мы долго ждали зимних праздников. И как они быстро прошли. Время очень быстро. Реально сейчас так время быстро бежит. Раньше как-то по-другому время шло. А сейчас именно вот реально бежит время. Бежит. Поэтому, друзья, нужно наслаждаться каждым моментом. Беречь каждый момент. Пользоваться моментом. Потому что время так быстро летит. Ну так быстро летит. Вроде вчера мне было 15, а уже сегодня 31. Капец, блин. Так и до пенсии недалеко. Как я сказала, мы ходили с Давидкой на прививку. Ну вот я не поняла, последняя сегодня была прививка или есть еще одна. Мы ездили когда в Молдавию. У него была прививка как-то там в мае. А мы уехали домой в апреле, считайте. Вернулись мы в конце октября. И вот она мне с конца октября поставила аж на сегодня. И она сказала, что у него есть типа та прививка, которая должна была быть и летом. Но очень большой интервал. И походу, типа, уже ее не надо ставить. Она сказала, что позвонит, там спросит, типа, если обязана эта прививка быть. Потому что если, знаете, как тут, Виталий, не поставишь прививку, тебя потом не возьмут в садик. И она сказала, что она решит этот вопрос. И потом нам позвонит и скажет, есть еще у ребенка одна прививка или нет. И я ее просила поставить эту прививку, если она есть, до апреля. Так как мы на Пасху опять хотим домой ехать. И вот посмотрю насчет этого, что будет. Поставят ее, не поставят. Посмотрим. Вы знаете, я сегодня вообще переживала насчет этой прививки. Так как у Малого сопельки. Горлышко у него красненькое. Но он не кашляет и нет у него температуры. Мы вчера целый день педиатру звонили, как мы могли дозвониться. У него вчера был понедельник, выходной ее не было. Я так волновалась, как идти сегодня на прививку. Но мы сегодня с утра до нее все-таки дозвонились. Она сказала, температуры нету, ставьте прививку смело. Но я все равно, знаете, шла с таким неспокойным сердцем. Так волновалась. Но мы когда пришли туда, я сказала, как бы, ну, там, мистера, врач кто был. Я им еще раз сказала, что у ребенка сопельки текут, голышко красненькое. И они мне, как бы, сказали, что если температуры нету, прививку нужно ставить. Ох, эти прививки, блин. Ну, и мы поставили. Слава Богу, все нормально. Вот уже прошло пару часов, как бы все хорошо, температуры нету. Ну, слава Богу. Мамочки, кто где живет, а как у вас с прививками? Обязаны у вас прививки? Вот эти прививки, что мы ставили, они обязаны для того, чтобы ребенок пошел в садик. Если не будет этих прививок, в садик не берут. Поэтому они обязаны у нас тут. Так что обязаны, и мы их тоже ставим. Мой малый слышу хнычат, иду, я сама уложу его спать, бо он с папкой не ляжет так на обед скоро. Ладненько, переключимся, друзья. Я, кстати, так редко после времени снимаю, что у меня не получается. Да я и на диете, у меня, знаете, такой стресс. Я чем больше хочу худеть, у меня тем больше желания пожрать. Да вот я не знаю, почему так. Так тяжело, хочется сладенького. Держала себя всю неделю, потом вчера сорвалась. Сожрала целую шоколадку сама. Чужело мне дается диета. Чужело, но надо, надо, надо. Друзья, я только что сняла лайфхак от Леночки Молодой Ванночки. Как убрать елку за одну минуту. Вот так. Да, друзья, вот так. Готовая елка на следующий год. Не нужно мучиться, играться, наряжать. Хоп, и красавица же готова. Да, друзья, шутки шутками. Но какое же это удовольствие, наряжать елочку, стараться. Да. Ну, это тоже, тоже хорошая идея. Надеюсь, кому-то пригодится, друзья. Товарищи, решила сделать котлеты ПП. Правильное питание. Леночка тут нарезала мелкими кусочками куриную грудку. У меня будет болгарский перец, лук, морковка, зубчик чеснока. У меня тут есть одно яйцо. Я им смазывала сосиску в тесте, сейчас сделала. И что осталось, поставлю в фарш. Самое главное, почему ПП, потому что печь я их буду в духовке. Да, а не жарить на сковороде. Угу. Смотрите, товарищи, какие у меня красивые, аппетитные сосиски в тесте. Ну, вот как я могу просто вот спечь для своих мальчиков, а сама даже не попробовать. Ну, не могу. Так что, съела я за 2-3 штучки. Ой, блин, капец, друзья. Как тяжело худеть. Смотрите, какой красивый у меня фарш. Морковку я на терке натерла. А лук, болгарский перец, все мелко нарезала. И зубчик чеснока тоже на терке мелкой. И то одно яйцо. Посолила, поперчила и весь фарш. Больше ничего не добавляю. А, и петрушечка, петрушечка, зеленушка. Смотрите, сформировала я котлетки. Выложила на бумагу пергаментную. Сейчас отправлю в духовку. Кстати, первый раз я делаю такие котлеты. Самое интересное, что получится. Друзья, все-таки, как тяжело худеть. Как быстро ты набираешь эти килограммы. И как сложно скинуть хоть один килограмм. Я уже вот почти 2 недели худею. Даже на килограмм не похудела. Ну да, я не спорю. Я не грушу, я ничего не ем. Я стараюсь правильно есть. Стараюсь есть правильно. Просто мне надо уменьшать калории. Пока я в день ем 1500, 1800. А нужно типа 1200 для того, чтобы вес уходил. Ну, на 1200 я умру с голоду в день. Так что, очень сложно, друзья. Очень сложно. Ну, ничего. Мы держимся бодрячком, бодрячком. Муж меня поддерживает. Я на вечер стараюсь такое, знаете, гречка, салаты. И он кушает бедненький со мной. Просто мне очень сложно. Вот когда кто-то возле меня будет кушать жареную картошку там. И еще что-то. А я так просто салатик. Я не могу. Не могу. Муж от когда у меня котлеты просит. Вот я решила я сегодня сделаю ему котлеты. Но по ПП рецепту. Посмотрю, что у меня получится, товарищи. Мне сегодня, кстати, написали под видео, где я делаю молдавские баицеи. Эти пальчики с пудрой, с вишенкой. Типа что? Очень много говорите. Много болтовни. Типа много говорите. Неинтересно смотреть. Товарищи, у меня влоговый канал. У меня влоговый канал. У меня не кулинария тут. Да, я делюсь своими рецептами. Но это мои рецепты. Домашние рецепты. То, что я готовлю. Но я не учу. Никого не учу. Не показываю, что так или так надо. Я вам показываю так, как делаю я. Так что извините меня. Да вообще, где вы видели? Молдаванучку, которая готовит и не говорит. Товарищи, мы любим полялякать. Так что извините, пожалуйста. Если вы ждете просто какой-то рецепт. Тогда мне надо просто снять тупо... Вот, я делаю рецепт и при этом молчу. Потому что поболтать я, как вы уже поняли, люблю. Да как вообще можно готовить и при этом не болтать? Чёрзачка, так? Я тут скачала себе приложение Snapchat. Вообще я его угораю. Вставлю вам кусочек, приголитесь. Ну какие там урожи. Это жесть, конечно, блин. Ну что уже сейчас не придумать, товарищи? Вообще капец. Привет всем. Я Леночка Молдаваночка. У нас в Молдавии все такие красивые. А почему глаза пулькатые? Потому что голодные. Голодные. На диете я. Кушать хочу. Кушать. Па-бам. А вот и мои котлетки ПП. Смотрите, какая красота. Я только что была в прямом эфире в Инстаграме и говорила насчёт А2ПП, друзья. Кстати, подписывайтесь на Леночке Инстаграм. Ленчик Love. Я часто делаю прямые эфиры. Кому интересненько, подписываемся. Смотрите, какая красота получилась. Сейчас будем пробовать. Вкусненько. Но мало соли. Да, мне хочется соли. А так, кстати, очень вкусненько. Кстати, сочные, не сухие. Я ещё смотрела рецепт капусту добавлять. У меня не было капусты. Супер. Советую, кстати. Очень вкусненько. Вау. Я только что говорила в прямом эфире в Инстаграме, что было раньше вот это ПП, ЖОЗЕ, КМЭ. Вот это всё сейчас вышло. Раньше мы кушали просто, но очень была здоровая и вкусная еда. И при этом мы были здоровые, красивые, стройные, подтянутые. Кушала я хлеб дома, мазала с мальцем, вот с жиром свиной. И с чесноком натирала тот хлеб и кушала. И при этом была красивая, здоровая. А сейчас всё вот это ПП, ТТ. Стараешься правильно кушать, а при этом набираешь ещё больше вес и здоровья никакого нет. 31 год, всё болит. Вот вообще капец. Мы раньше этого всего не знали. Не знали. Эх, товарищи, чем дальше, тем реально страшнее. Вот эти все вирусы, вот этот китайский коронавирус, у сейчас вышел вообще ужас. Ужас просто. Стрёмно, так стрёмно. Ах, капец. Вот реально такое время, в таком времени мы сейчас живём, я не знаю. Страшно жить, страшно жить, блин, друзья. Вот и пюрешка моя готовая. Сейчас как раз папка должен прийти, будем кушать. У меня тут буквально 2-3 картофелины. Думаю, так, мальчикам, а мне буквально там ложечку. Потому что чем больше сварю, тем больше я и съем. Так что нормально, понемножку. Друзья, мы будем кушать. Леночка всех целует, всех обнимает. До скорого видео, друзья. Да, снимаю так редко, так у меня получается. Я повторюсь, я на диете, у меня реально тяжело проходит эта диета. У меня такой стресс, что-то... Главные боли. У меня стресс, я его ещё и заедаю больше. Поэтому никакого настроения нету. Короче, тяжело. Но раз начала, я буду держаться. Хочу держаться прям всё лето. Всё лето. Посмотрю, что из этого получится. Так что Леночка пропадает, но я есть, я есть. И обязательно кто ждёт, кто дождётся. Я всех целую. Пока-пока. Пока-пока.